Приветствую вас. Давайте разберем запрос, который вы задаете. Вопрос такой, достаточно короткий, но весьма важный. Что мне делать, если самый дорогой человек в жизни ушел от меня? Как дальше жить? В первую очередь, это травма. То есть, если самый дорогой человек ушел, это травма. И вам нужно признать, что вы травмированы. Сейчас. Да? Вот. На данный момент вы травмированы. Это тяжело, больно, неприятно, вот, но, тем не менее, тем не менее, это правда, то есть, вы травмированы. И, соответственно, с травмой нужно работать. Как с ней работать? Вот, в первую очередь, если мы говорим, ну, о необходимости работы с травмой, то это, конечно, просевать. Все ваши чувства, которые вы ощущаете. Все ваши эмоции, которые сейчас у вас есть. Вот. И, в общем и целом, искать, я бы сказал, себя. Ну, в этих чувствах, в этих эмоциях. Это первый и самый важный момент, как мне кажется. Второй самый важный момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в том, что если вот вы как-то не знаете, как вам жить сейчас, то, скорее всего, жили вы для, ну, для мужчины, да, то есть, жили вы для человека. Да, как бы, не для себя, не для себя жили, а именно для, вот, ну, для мужчины. То есть, в общем и целом, себя как-то, вот, предавая, к сожалению. Вот, собственно, это тоже является... Такой, достаточно серьезной, как мне кажется, проблемой. Именно потому, что в отношениях вы... Получается так, что растворялись. И это привело к тому, что... По факту... Вы не можете жить для себя. Можете жить только для, вот... Человек. Получается. Это весьма... Тревожный... Факт. Это весьма... Печальный... Факт. Это весьма... Грустный... Факт. Потому, что... Вы таким образом... Становитесь зависимым. От... Человека. Собственно... Вы... Можете уже... Заметить, что... Вот... То, что... Вам... Не ради чего жить. Да? Вот... Ну, вот... Как... 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 Вот вы... Описываете, что... Как мне теперь жить. Об этом наглядно, в общем и целом... Свидетельствует. А значит, вы в какой-то момент стали забывать и о... Своих... Чувствах... Желаниях... Потребностях... Интересах... С одной стороны. Но с другой стороны... У вас, вероятно... Присутствует... Страх... Того, что... Человек вас... Бросит... Есть такое стремление... Его удержать... Ну... Удержать в смысле вот... Как-то... Ну... Рядом с собой получается удержать вы его хотите. Да? По факту. И это, конечно, тоже вас... Напрягает и... Тяготит. Вот. Ну, а как... Как, в принципе... Может быть здесь по-другому? Никак. Вот. Поэтому, если... Вот... Мы... Как-то говорим... О том, как вам дальше жить... То я бы, конечно... Сказал... Что... Имеет смысл... Эээ... Как бы... Учиться жить для себя. Ну, я бы не сказал, что это прямо очень просто сделать. Эээ... Особенно, если вы не умеете. Вот. Это и страшно... Может быть... Это и... Тревожно, и больно... Может быть... А... вот... Но... Тем не менее... Тем... Тем не менее... По-другому никак. И... Либо... Либо... Либо вы... Учитесь... Вот как бы жить для себя... И у вас... Ну, получается это... Вы... Научаетесь... Эээ... Для себя жить. Или вот... Остаетесь зависимый и по сути... Чуважек... Эээ... Получает... Такую... Ээ... Возможность... Так... Скажем... Эээ... Чувствовать... Эээ... Чувствовать власть... Эээ... Над вами. Эээ... Вот... Не потому что он... Такой... Плохой... Да? Вот... Надо думать, что, что человек плохой, он не плохой, просто вы, ну, как бы вот, в какой-то степени, сами дали ему возможность. Вот. Возможно, что это власть над вами имеет, к сожалению. Ну, хорошая новость заключается в том, что это можно исправить. Вот. Но сделать это можно только через индивидуальную работу с психологом. Вот. А вот. Поработать с вашей самооценкой, вот, тогда я думаю, что молодой человек, может быть, вам, или ваш партнер, да, он, возможно, станет и не нужен. Даже. Но пока только предположимое. К сожалению. Вот, как-то так, я думаю, можно вам ответить сначала. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ну и желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.